МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Ирбис. В студии Владимир Чубенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Сайт заработал. Как подать заявку на компенсацию оплаты коммунальных услуг? Выписывают после ковид группами. В регионе число выздоровевших превысило 60 человек. Когда отключат горячую, в отделе ЖКХ назвали сроки по югу и северу города. Более 2 миллионов тенге, а также 18 тонн вещей и продуктов собрали повладарцы для пострадавших от наводнения жителей Туркестанской области. Скидки. Большие скидки. Только у нас и только для вас. Размещайте свою рекламу на Ирбис ТВ. В новостях и в фильмах по самым выгодным ценам. И успех вам гарантирован. По всем вопросам обращайтесь в рекламный отдел по телефонам. 55 08 55 и 8 701 918 15 60. Газоблок армированный по 450 тенге. Телефоны 78 32 32 78 42 42. Залог качественного и богатого урожая, несомненно, кропотливый труд и натуральные, безопасные для здоровья человека удобрения. Жидкий биогумус «Вермитех плюс», изготовленный на основе продукта жизнедеятельности красных калифорнийских червей собственного производства, является уникальным и незаменимым помощником для фермерских и садоводческих хозяйств. Идеально подходит для зерновых, масличных, кормовых и других сельхозкультур, а также для садовых участков. Жидкий биогумус «Вермитех плюс» – высокий и здоровый урожай. Обращаться по телефону 39 34 34 39 34 90 плюс 7 37 938 23 44 или спрашивайте в садоводческих магазинах города. Режим чрезвычайного положения в Казахстане снят, но в регионах пока мало что изменилось в части ограничений на передвижение людей и на работу бизнеса. Между тем, в Павлодарской области трое суток не регистрировали новые случаи заражения COVID-19. Подробности в первом сюжете. В Павлодарской области количество зараженных на сегодня чуть больше 150. Число заболевших коронавирусной инфекцией довольно быстро стало увеличиваться под конец апреля. Сейчас же, несмотря на послабление карантина, процесс замедлился. Параллельно довольно много пациентов с COVID-19 стали выписывать. Все пациенты лечатся согласно протоколу противовирусными препаратами. Большое количество выздоравливающих объясняется тем, что вначале у нас выявлялось по одному, по два случая. То есть пик приходился у нас как раз таки в конце апреля месяца. И эти же пациенты сейчас у нас группами и выписываются. Подробностями успешного лечения в Управлении здравоохранения не делятся. Говорят, не положено. Так или иначе, с чего выздоровело уже более 60 человек. Эта цифра в ближайшие дни может значительно увеличиться. Между тем, последние выявленные зараженные оказались жителями Тургестанской области. Мужчины ехали из Новосибирска домой. На блокпосту в Успенском районе провели экспресс-тестирование. В итоге оно дало положительный результат. Сейчас пациенты находятся в инфекционном стационаре в Павлодаре. Артем Клемов, Серегон Агбаев, телекомпания «Ирвис». Павлодаре запустили сайт по приему заявок для получения компенсации за комуслуги за апрель и май. В отделе жилищной инспекции утверждают, процедура максимально упрощена. Напомню, в списке льготников 7 категорий и пенсионерам сделали послабление. Что это значит, расскажем в экономическом блоке. Спонсор бизнес-новостей, магазин сантехники и отопления «Кереметснап». Всегда выгодно и комфортно. Специалисты говорят, раньше на компенсацию могли рассчитывать только одиноко проживающие пенсионеры. Теперь все, кто с минимальной выплатой. С 1 апреля это 40 441 тенге. Сайт «Фокемати Павлодара» разработали для удобства подачи заявлений. Его адрес 15000pvl.kz. Списание предусмотрено за апрель и май. В общем 30 тысяч тенге. Процедура, в принципе, упрощена. Пошаговое вхождение и о заполнении данных. Там требуется только ИИН, фамилия, имя, отчество. И если возможность есть подтвердить адрес проживания, то прикладываются документы соответствующие. Если нет, то, в принципе, это не критично. Все сверяется автоматически с базой отдела социальной защиты. Если человек находится в базе, то он автоматически уже попадает на сверку коммунального предприятия. То есть, энергозбыт и Павлодар-водоканал. В свою очередь, монополисту на сверку лицевых счетов отведены сутки. В отделе жилищной инспекции говорят, те заявки, которые будут отклонены, перепроверят на обоснованность. Поэтому желательно указывать контактный номер телефона. Напомню, всего в списке 7 категорий граждан. От инвалидов 1-й, 2-й, 3-й групп, многодетных до получателей АСП. У нас есть получатели, которые проживают на съемных квартирах, вы сами знаете. И таких сейчас в городе немало. Для них необходимо им предоставить данные коммунального предприятия, чтобы согласовать наличие лицевых счетов, после чего они могут подать заявку. То есть, предварительно, они должны вопросы все согласовать с коммунальным предприятием, полицевым счетом. Сайт запустили 11 мая. Первые заявки уже в работе. Всего, по прогнозам, число получателей компенсаций в Павлодаре может составить 21 тысячу. Тимофей Голев, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Сразу в 13 раз увеличилось количество плательщиков ЕСП в регионе. Причем за один только месяц. Так, на начало мая число тех, кто внес сумму в один МРП, а это городские жители и 0,5 сельские, в общем составило в области 59 116 человек, тогда как на 1 апреля было всего 4538. По данным Департамента госдоходов, в прошлом месяце ими перечислено 28,5 миллионов тенге. И это 10% ИПН. Остальное, как известно, 20% социальное отчисление, 30% пенсионные и 40% ОСМС. Специалисты связывают такой рост в первую очередь с выплатой 42 500. Отчисляющие ЕСП практически оказались первыми в списке на получение такой помощи в период ЧП. Однако нужно ли тем, кто разово внес сумму делать это ежемесячно, в Департаменте уточнили. Все зависит от того, получает ли самозанятый доход, как и прежде. Вообще, сам я еще раз повторюсь, сам единый совокупный платеж предполагает собой уплату ЕСП в том случае, если получают доход при реализации или оказании услуг физическим лицом, другому физическому лицу, без наемного труда. То есть получение дохода физическим лицом является основанием для уплаты ЕСП. И если данное физическое лицо получает доход, оно платит ЕСП в размере 2651. За весь прошлый год в области внесли оплату порядка 4900 самозанятых. Сумма, в общем, около 33 миллионов тенге. Из них три с лишним миллиона ИПН. В списке те, кто реализует сельхозпродукцию с личных подворий, а также дачную, сдаёт в аренду квартиру физлицам, вспахивает огороды, обслуживает компьютерную технику как частник. Ольга Шкрей, Дмитрий Моисеенко, телекомпания Ирбис. Дымоходы, банные печи, радиаторы отопления, а также широкий ассортимент сантехнического оборудования от лучших мировых производителей. Внимание! При покупке котла длительного горения вы получаете гарантию и скидку на весь перечень товара. И по-прежнему действует услуга «Закажи товар, не выходя из дома». Добро пожаловать! Улица Целковского, 24. Магазин «Керемецнад». В Повладаре против Гнуса обработали 3500 гектаров водоёмов. Предварительно биологи исследовали их на наличие очагов. Затем, как трудятся бригады, наблюдала наша съёмочная группа. В нашем городе работает целая научная группа. Эксперты прогнозируют эффективность не менее 80%. Это проверяется следующим образом. Фиксируется количество личинок в месте скопления до и после использования препарата. Обработали уже 16 водоёмов. Сейчас продолжают протравку в селе Мойлды. Здесь территория протяжённостью 50 гектаров. Применяют один из лучших препаратов. Аверфос – это препарат, это инсекцид, который применяется. Он заложен в спецификации. Он 40% из хлоропифоса и цераметрины. Этот препарат зарекомендовался с прошлого года. Хорошо против личиночной стадии. Он действует на личинках. То есть, когда раствор попадает в водоём, то есть личинка попадает в кишечник личинки и, естественно, личинка погибает. По словам представителей Института промышленного биосинтеза, дезинфекционные работы направлены на снижение численности насекомых, а не на полное их истребление. Последнее практически невозможно. Очагом может стать любая лужа. Не надо забывать, что личинка может отложиться. И она может и в дереве быть, может быть, и где-то в лужайках, где-то в канализационных стоках, может быть. Это не забывать надо. И дренажная система. Естественно, конечно, хочу заметить, что еще и дренажная система у нас обрабатывается. То есть, если у нас большая дренажная система, это около Гринвича, мы его каждый год обрабатываем. Стоит отметить, что в этом году городские власти планируют как никогда открыто сообщать о своей работе по обработке территории против ГНУСа. Каждую неделю предоставлять информацию и делиться результатами. Еще один немаловажный момент. Оценить предложат итоги не только профессионалам, но и общественности. Артем Буланов, Касымхан Алдашев, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Прекращение действия режима ЧП сегодня – самая популярная тема в сети. Казахстанцы дополнительно обсуждают все инициативы, озвученные главой государства, в том числе касательно рынка труда, недвижимости и бизнеса в целом. Подробнее в нашем традиционном обзоре. В Нур-Султане блокпосты работают в прежнем режиме. Об этом сообщили в оперативном штабе столичного Акимата. Въезд по-прежнему ограничен. Карантин продолжается, а нарушителям грозит штраф. Та же ситуация и в Алматы. Все меры, введенные ранее, действуют. Что-то может измениться только после особого распоряжения. В Павлодаре дополнительно на вечер понедельника ничего не сообщали. Официальные паблики в других регионах еще накануне оповестили о сохранении ограничений. Однако люди потянулись в банки и цоны. Это видео из Актубе. В итоге на шашлычок-то можно выезжать? Поезда запустите, плиз. А почему тогда блокпосты не убрали? Если между городами рейсы летают, какой смысл вообще? Отметился Запад и в популярном паблике автосообщества. Креатив к празднику не оценили стражи порядка. Такая инсталляция привлекла внимание полицейских. Водителя пообещали привлечь за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Впрочем, юзеры оказались иного мнения. По мне, так круто. Классная задумка. Штраф только добавит перчинки. Габариты соблюдены. Если в багажник плитку положить, так же торчать будет. Несмотря на карантин, в Павлодарском управлении культуры с оптимизмом смотрят в будущее. И, судя по этому опросу, планируют провести ежегодную серию летних концертов «Ертис Променад». В списке только звезды отечественной эстрады. В своих вариантах пользователи предлагали зарубежных. Таких, как Егор Крит, Натан, Миша Марвин. Инициативу уже обсуждают в нескольких группах на площадках Facebook и Instagram. Вы лучше людям помогите, чем артистов ненужных кормить. Как они к нам приедут? Карантин не отменили. Границы между странами и закрыты. Павлодарцы собрали гуманитарную помощь жителям Туркестанской области, чьи дома оказались затопленными из-за прорыва дамбы. На юг страны выехали 7 газелей с 18 тоннами груза. Среди провожающих были мои коллеги. Кроме продуктов, одежды и собраны деньги. Больше 2 миллионов тенге. Все будет направлено в помощь жителям Туркестанской области. Сбор средств проходил в разных частях города. За несколько дней на призыв мечети откликнулись сотни горожан. Сейчас собираемся выезжать в Туркестанскую область, иншаллах. Путь не близкий. Завтра, послезавтра, надеемся, уже будем там. По городу, в микрорайоне Усолка, на диспетчерской. Пять точек было. Возле мечети стояли наши газели, машины собирали. Люди несли. Кто смог, продукты, деньгами. И вот так вот собралось. В благотворительной акции участвуют все регионы Казахстана. Павлодарская область традиционно одна из самых активных. Азамат Айтхалин, Битбол Мирзахан, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Горячую воду отключат. В конце прошлой недели на официальном сайте «Монополиста» появились сроки проведения гидравлических испытаний. Начать проверку на прочность планируют с 15-го числа, с южной части города. Сегодня данные подтвердили и в городском Акимате. Подробнее обо всем в следующем сюжете. В список тех, кто получил послабление, попали и «Монополисты». Уже в конце этой недели они готовы приступить к проведению гидравлических испытаний. О том, что будут отключать кипяток, повладарцев предупредили еще до праздников. С 15 мая текущего года по южной части города запланировано испытание инженерных сетей от ТЦ-1 Алимининка Астана. Он продлится до 24 мая. По итогам данных испытаний будет определено место повреждений, а также аварийные участки. Во время испытаний без горячего водоснабжения останется около 700 многоэтажных жилых домов по южной части района. Испытывать сети на прошлой северной части города будут с 25 мая по 3 июня. С холодной водой останутся порядка 500 многоэтажек. Жители поселка Аксу утонули в собственных дворах. Люди уверенно заявляют причину в неправильном устройстве дамбы. Огороды ушли под воду, а вот повладарцы переживают за свалки и здоровье деревьев. Видео в нашем мобильном приложении. Давайте смотреть. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега». Сообщаем нашим покупателям, что для вас функционирует малый торговый зал. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. На жемусах в зданиях бывшего садика пилят деревья, причем не только старые, но и молодые. Березки, сосны, тополя. Катай, 18. Последний подъезд. Сухое дерево, вот уже лет как 5. Просим спилить, никакой реакции. Уже окна разбивают, ветки. Гагарина, 81. Растет тополь, весь покрыт паутиной. Внутри ствола дерева расположены черви. Дерево больное. Примите меры. А это видео прислали жители улицы Набережной в поселке Аксу. Ну, смотрите, проложили только мешки и посмотрите, что делается в отворе. Элитные сорта посажены, груши, яблони, розы. Все затоплено. Все затоплено. Сделали дамбу и неправильно сделали дамбу. Положили трубу, которая должна быть оттоком снеговой воды. Она совершенно там не нужна, эта труба. Все страдают, все страдают. Время 20.57. Хабаровская улица. Вода еле бежит. Давления никакого нет. Звонишь в гору Водоканал. В ответ слышишь, у нас давление хорошее. В каком месте давление хорошее? На улице Архангельская, между Малайсар-Батырой и Щедрина, бежит вот такая вода с колонки. Периодически бежит такая. А должна бежать вот такая. Тараигырово, 10. Баян-Батыр, улица. Вот баки. Это КСК должно убирать. Здесь постоянно свалка. Постоянно не убрано. КСК у нас барс. Бардак надоел. Общество слепых. Улица Рылеева. Вот такая свалка уже несколько лет здесь стоит. Вот это все валяется. Не убирают мусор. А здесь перевод такой, где люди ходят. Это АТП-1. Ходят все, в общем, в школу, в садик. Вот. Возле Зеленстроя. Пожалуйста. У нас здесь никто не убирает. Почему-то этот отрезок забыли. Наш Аким села Трофимовка обещал, что к 9 мая все вот это переразобразие будет вычищено. Обещание свое не выполнил. Мы, жители села Трофимовка, против разбора этого здания. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега». Сообщаем нашим покупателям, что для вас функционирует малый торговый зал. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Мега скидки. Мега-выбор. Мега-мебель. Современные гостиные. Мега-комфортные спальные гарнитуры. Идеальные обеденные зоны. Мега-широкий ассортимент лучших российских и белорусских фабрик. Для любителей нестареющей классики – изящные модели. Лаконичный модерн для мега-современного интерьера. Огромный выбор мебели на любой вкус. Вас приглашает оценить новое поступление «Торговый дом. Мега-мега-грандиозно». К другим темам. Отключением воды по стояку грозила обслуживающая организация жителям многоэтажки по адресу Баян Батыра 6. Объявление с поквартирным списком должников и указанием сумм появилось накануне. Больше всего возмутились те, кто аккуратно платит за услуги. Законно ли действие выясняла Азиза Исабай. Такие объявления появились к празднику «Список квартир и суммы долга. Снизу обращение произвести оплату до 25 мая». Предупреждают, иначе отключат стояки. Люди возмущены. Каждый месяц я оплачиваю. А КСК, я сказала бы точно, что ее надо убрать. Она не работает, только деньги собирает. Все. Она не работает. Вот так. Потому что люди не платят. Мы против того, чтобы нам отключали горячую воду. Потому что маленькие дети, горячий сезон, вот сейчас жарко на улице, всем нужна горячая вода. А для должников, наверное, какие-то существуют другие меры. Горячую воду могут отключать, но согласно графикам гидравлических испытаний и капитальных ремонтов. В отделе жилищной инспекции заявили, оставить без кипятка на все лето не имеют права. «По поводу объявления, развешанного на жилом доме по улице Баям-Батыра-6, сообщаю, что собственники могут быть спокойны. Отключение горячего водоснабжения за собравшиеся за должности перед услугами обслуживающей организации не будет производиться. Сто бар с обслуживающей данный жилой дом произведена разъяснительная беседа». В местном КСК заявили, предпринять такие меры вынудил карантин. Оправдываются объявления, вывесили, чтобы люди хоть как-то оплачивали ком услуги. Азиза Исабайт, Мухаммед Эгужа, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». «Стоять насмерть» – копию знаменитого монумента, расположенного в Волгограде, изготовили павлодарские заключенные. Вес изваяния – 800 килограммов. Мастера работали в несколько смен, чтобы успеть к памятной дате. О тех, кто встал на путь исправления, расскажет Артем Буланов. Здесь и сегодня кипит работа. Резные корабли, гипсовые львы поражают своей красотой. И не было бы ничего удивительного, если бы не знать место производства таких сувениров – учреждения строгого режима. Здесь за колючей проволокой руками осужденных был создан и монумент «Стоять насмерть» по прообразу известного Волгоградского памятника. В ради памяти павших наших героев, которые за наше светлое будущее, свои жизни по жертву и здоровью, для них ничего тяжелого нет. Осужденные, которые вы, наверное, уже видели, будут подчленены в виде благодарности за активное участие. Мы его установили около административного здания учреждения, знак памяти нашим прадедам, дедам, которые участвовали в этой великой честной войне, стояли насмерть, чтобы мы жили. Высота монумента – 2 метра 30 сантиметров, а вес – 800 килограммов. Цех может быть и не самый яркий и располагающий к творчеству, но фантазии у мастеров нет предела. А руководство учреждения их поддерживает во всех начинаниях. Вместе со спонсорами выделяют необходимый материал. Артем Буланов, Касымхан Алдашев, Александр Колесников. Телекомпания «Ирбис». Казахстанские хоккейные клубы отказываются от услуг иностранных специалистов. Действующий обладатель золотых медалей «Словак» Владимир Клинга покинул «Бей-Борыс». А сегодня стало известно, что его соотечественник Душан Грегор больше не рулевой «Орлана». Артем, ну, во-первых, рад тебя видеть. Ну и скажи, конечно, с чем связаны такие новости? Неужели грядет очередной кризис? Взаимно, Владимир. Действительно, многие спортивные функционеры говорят о грядущем кризисе. Всем клубам лиги будет невероятно тяжело и, возможно, отказ от иностранных специалистов как раз следствие неблагоприятных прогнозов. Ну а что будет на самом деле, это, естественно, покажет время. Все спортивные новости сразу далее. Не переключайте. Самые замечательные люди Земли смотрят главный блог о казахстанском хоккее, а в эфире нашего телеканала как раз его и показывают. Мы очень рады, что нашли друг друга. Не пропустите новый выпуск шоу «Головой об лёд». Мы будем говорить о том, увидим ли мы в новом сезоне нашу любимую игру, кому удастся сохранить свои клубы, а кто останется лишь историей. Первым видом спорта, победившим пандемию, стали смешанные единоборства. Пока все соревнования на планете, за исключением Республики Беларусь, отменены, главная мировая лига ММА и UFC провела турнир в США. Меры безопасности были беспрецедентными, а в сборной Казахстана по хоккею, похоже, окончательно определились с именем главного тренера. Чешский специалист Милаш Ржига согласился возглавить столичный Борис и, соответственно, сборную Казахстана по хоккею. По информации, полученной от самого тренера, переговоры близятся к положительной концовке. О том, что этот наставник экстракласса, говорят команды, которыми он руководил. СКА, Спартак, Авангард и сборная Чехии. Первым видом спорта, вышедшим из пандемии, стали смешанные единоборства. Главная мировая лига UFC организовала турнир и сделала его супербезопасным. Все участники прошли три теста на коронавирус, а во время взвешивания большинство были в масках. Арену полностью закрыли. Отсутствие болельщиков на трибунах позволило тысячам зрителей у экранов услышать звуки ударов. Одноклубник единственной в лиге девушки из Казахстана Павлодарки Марии Агаповой Алексей Олейник одержал победу раздельным решением над экс-чемпионом Фабрисио Вердумом. А в главном поединке вечера определился будущий соперник россиянина Хабиба Нурмагомедова. Им станет американец Джастин Гейджи. После возвращения единоборств с надеждой в будущее смотрят и футбольные фанаты. В Казахстане, правда, пока тихо, аккаунты клуба Аксу в соцсетях вообще замолчали еще 8 апреля, когда был объявлен состав. На странице команды Экибастуз игроки поделились воспоминаниями о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну. Никакой конкретной информации о судьбе клуба в профиле Иртыша. Все крайние новости – это поздравления. А вот у чемпионов жизнь кипит. Самая просматриваемая публикация за последние сутки о молодежи Астаны. Воспитанники центра помогли многодетным семьям в городе Нур-Султан. Соскучились по футболу, по владарце, да настолько, что организовали даже чемпионат по очеканке мяча. Соревнуются не только в количестве набивания снаряда, но и в качестве выполнения отдельных упражнений, причем все в режиме онлайн. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Тренироваться на улице уже можно, но суть этого чемпионата в том, чтобы показать виртуозное владение мячом именно в домашних условиях. Свои заявки зарегистрировали уже больше 50 участников. Среди них действующие футболисты, школьники, учителя и даже игроки национальной сборной. Например, повладарка Юлия Ширяева представляет команду Казахстана в своем возрасте. Для спортсменов очень хорошие соревнования, так как во время пандемии сидят дома. И как бы одно из развлечений таких для них, и не потерять, не растерять свою форму, приять участие в наших соревнованиях. Среди участников многие уже отчеканили мяч более 300 раз. Ближе к финалу ожидают новый рекорд. Свои видео виртуозы присылают главному суде соревнований или размещают в социальных сетях. Повладарские шахматисты – обладатели двух медалей республиканского онлайн-первенства. В группе Ю-14 чемпионом стал Владислав Малыгин, старший среди интеллектуалов до 18 лет – Жаслана Убакиров, бронзовый призер. Тем временем в области продолжается Блиц-турнир Кубок РТШ. Третий этап Кубка приурочили ко дню победы. К праздничному турниру областная федерация учредила небольшой призовой фонд. Его оспаривали 63 шахматиста. Кроме местных интеллектуалов играли наши земляки, которые теперь представляют другие города республики, а также соседнее государство. Интересно, что призововый фонд качественно улучшил игру шахматистов. Более плотный состав у нас. Как я говорила, что уже и россияне решили у нас сыграть, и Шимкент появился в этот турнир, но почему-то не смог участвовать. Также интересно, как люди играли. Это действительно была такая жесткая игра. Победители третьего этапа назвали в нескольких подгруппах генеральной классификации смена лидера. Эту строчку Ислам Дахаев уступил Арману Базилову. Среди школьников лучший результат показал Владислав Малыгин, а среди аксакалов Сергей Мансуров. Все шахматисты представляют Павла Адар, тогда как в женском дивизионе вне конкуренции интеллектуалы из Экибастуза. Фаворитами здесь остаются Динамир Амгалиева и Мария Анисимова. ФИФА одобрила рекомендацию Международного совета футбольных ассоциаций. Принято решение проводить в матчах по пять замен. Изменения в правилах будут действовать до конца 2020 года. А у нас на сегодня все. Но завтра новый день и новые победы вместе с телекомпанией Ирбис. И о погоде в студии Кристина Луфт. Здравствуйте. Во вторник, 12 мая, в Алматы гроза плюс 19. Как шатал и Петропавловский, день будет ясный 28 выше 0. Быстребногорские зимеи, переменная облачность, столбики термометрах на отметке 25 градусов. В Тарагате 26 тепла и без осадков. В Нур-Султане и облачко воздух прогреется до плюс 27. По повладару сведения предоставил Казбитрометцентр. Согласно им, в нашем городе ночью 14 выше 0. Днем 26 градусов осадков не ожидается. У меня на этом все. Желаю вам позитивного настроения и до завтра.